МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тамбовские в Питере, Тамбовские в Испанской Малаге До недавнего времени они жили там, где им было комфортно и безопасно Они сколотили свой криминальный капитал на рейдерских захватах, заказных убийствах и похищениях бизнесменов Негласным лидером Тамбовских был Владимир Кумарин Барсуков Его всегда окружали сомнительные друзья и влиятельные покровители Но эта дружба не спасла авторитетного предпринимателя от ареста От спецслужб России и Испании досталось и его зарубежным партнерам Геннадию Петрову и Александру Малышу Почему так долго Тамбовских не трогали под Малагой? Кто пострадал от действий мощного преступного сообщества? Мы взялись за это дело, провели свое собственное расследование, это будет честный детектив Вместе со мной расследование ведет журналист Андрей Скробот В испанском курортном городке Марбелия тихо и спокойно Правда, это никак не связано с мировым финансовым кризисом Просто богатые люди здесь теперь не отдыхают А туристы со всего мира не приходят посмотреть на их яхты Марбелия, ее знаменитый Пуэрто-Банус, порт для вип-клиентов в последнее время считается нехорошим местом По утверждению мадридских журналистов, рестораны с видом на шикарные суда Облюбовали участники так называемой Тамбовско-Малышской преступной группировки И якобы бандиты в этом курортном городке отмывали свои кровавые деньги Летом 2008 года испанская полиция неожиданно заинтересовалась яхтами, вилами, квартирами, дорогостоящими машинами Которыми более 15 лет активно пользовались на территории Испании российские граждане В обвинительном заключении следователя 5-го отдела Национальной судебной палаты Бальтасара Гарсона Лидерами группировки названы Александр Малышев, Геннадий Петров и Виталий Изгилов Их арестовали на собственных шикарных виллах в ходе секретной операции под названием «Тройка» В ней принимали участие более 400 агентов испанских спецслужб Хуан Роэда, начальник оперативного отдела по борьбе с организованной преступностью Был одним из руководителей той самой операции «Тройка» Именно его подчиненные 12 июня 2008 года в 5 часов утра ворвались в дома подозреваемых И провели следственные действия Владельцы роскошных замков не ожидали столь раннего визита правоохранительных органов Мы провели эти аресты по указанию прокуратуры Гражданам России вменяют незаконную организацию преступного сообщества А также отмывание криминальных денег на территории нашей страны Преступники всегда стараются скрыть все то, что им незаконно принадлежит А наша задача установить настоящих владельцев имущества, дорогих вилл и автомобилей А также выяснить, на какие доходы все это было приобретено в Испании По разным причинам мы не смогли раньше задержать Малышева, Петрова, Изгилова Не было объективной информации Но как только ее собрали и изучили телефонные переговоры участников группировки Их банковские счета Мы сразу же провели операцию «Тройка» Национальная полиция никогда не использует термин русская мафия В основном это дело рук нашей прессы Действительно, испанские журналисты с удовольствием пишут статьи И снимают репортажи об операции «Тройка» Они регулярно запугивают своих сограждан какой-то суперстрашной русской мафии Арестованных на виллах Александра Малышева, Геннадия Петрова и Виталия Изгилова В газетах и теленовостях сразу назвали главарями кровожадных русских группировок Тиражи изданий и рейтинги телеканалов резко подскочили Они попали в тюрьму за отмывание денег и другие преступные деяния Отсюда из Испании контролировали свой бизнес, хорошо отлаженный по всему миру В результате их правонарушений Испании нанесен ущерб Они не заплатили налогов на сумму 110 миллионов евро Во время операции изъято около 120 ящиков различной документации Более 20 компьютеров Не исключено, что после изучения этих документов Скроются и другие факты их криминальной деятельности Из перехваченных телефонных переговоров Выяснилось, с кем в России арестованные вели сомнительный бизнес А вот у представителей русскоязычных газет в Испании другое мнение Хотя не так же много места уделяли на своих страницах операции «Тройка» Малышев, Петров, Изгилов и другие фигуранты этого дела, последнего дела «Тройка» Мы впервые услышали только когда в испанской прессе поднялся шум по поводу этого дела Эти люди и многие другие в течение, по крайней мере, 15 лет Вполне устраивали Испанию Никто не интересовался происхождением их капиталов Люди вкладывали огромные средства в испанскую экономику Организовывали здесь бизнес, бизнес легальный Покупали отели, покупали рестораны Открывали строительные фирмы Покупали дорогую элитную недвижимость И Испания это вполне устраивала С 2005 года это уже третье дело, где упоминается русская мафия Обвинение, как правило, ограничивается лишь отмывкой капиталов преступного происхождения А все остальное, как то участие в наркотрафике, убийствах, торговле оружием Преподносится как есть основания предполагать Виталий Изгилов в определенных кругах больше известен как Зверь или Виталик Махачкалинский В 2005 году был арестован в Испании, но вышел под залог В прессе его не раз называли участником одной из московских преступных группировок Европейские спецслужбы уверены, что Изгилов коронованный вор в законе Александр Малышев в Питере был судим за умышленное убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия В 2002 году власти Германии задержали Малышева с поддельными документами По оперативным данным, авторитетный человек питерского преступного мира считался основателем собственного ОПС Геннадий Петров, по некоторым данным, входил в так называемое Тамбовское деловое сообщество У руля которого долгие годы стоял авторитетный питерский бизнесмен Владимир Кумарин-Барсуков Очень долго клан Кумарина находился в стадии войны с группировкой лидера Малышева Но в Испании Геннадий Петров договорился с главой Малышевских и заключил пакт о ненападении Геннадий Петров и Александр Малышев познакомились в следственном изоляторе Кресты с неким Сергеем Кузьминым Его фамилия также фигурирует в обвинительном заключении следователя Бальтасара Гарсона Александр Малышев имел общий бизнес в Испании с супругами Кузьмиными Жена Сергея, Светлана, активно сотрудничала и с Геннадием Петровым На Сергея Кузьмина, друга Тамбовских и Малышевских, в Марбелии были оформлены несколько фирм Первая – испанская компания Invercionas Financia Inmobles, что означает вложение финансов в недвижимость 80% акций этой конторы принадлежали Кузьмину, а остальные 20% бизнесмену Леониду Хазину, который также проходит по громкому уголовному делу Фирма Сергея Кузьмина расположена по тому же адресу и имеет тот же телефон, что и компания Mir Marbelli, принадлежащая вышеупомянутому Леониду Хазину По версии испанского следствия, эти конторки были нужны для того, чтобы совершать теневые сделки на рынке недвижимости Уходить от налогов и скрывать истинных владельцев дорогостоящих вилл Во время крупномасштабной операции «Тройка» полицейские сети попали не только Виталий Изгилов, Геннадий Петров, Александр Малышев, но и Светлана Кузьмина с Леонидом Хазиным А вот Сергею Кузьмину удалось скрыться. Власти Испании объявили его в международный розыск По мнению следствия, Леонид Хазин занимался юридическим сопровождением многих сделок Петрова и Малышева Регулярно регистрировал на себя фирмы и якобы участвовал в сомнительных операциях по купле-продаже земли А разрабатывал криминальные схемы Сергей Кузьмин при помощи своих испанских адвокатов и нотариусов Которые подсказывали, как правильно уходить от налогов в этой стране В отличие от Изгилова, Петрова, Малышева и Кузьминой, администратор фирмы «Мир Марбелли» А именно так всегда и представлялся Леонид Хазин По решению суда был выпущен под залог Ему пришлось заплатить за свою свободу всего-то 6 тысяч евро Наша съемочная группа разыскала офис конторы «Мир Марбелли» Мы постучали в окна, звонили в дверь, но в ответ тишина Удалось найти и мобильный телефон господина Хазина Созвонились Давайте сделаем так К сожалению, сегодня я не смогу уделить вам никакого времени Потому что действительно меня никто за ранее не предупредил О сроках вашего приезда А я думаю, что я очень плотно работать сейчас Телефон, по которому вы мне позвонили, это ваш телефон, да? Да, это мой телефон Если вы не возражаете, я позвоню вам завтра утром Но ни завтра, ни послезавтра компаньон Малшевских и Тамбовских Господин Хазин так и не перезвонил Он просто уехал из Марбелли и спрятался в горах А ведь было бы очень интересно узнать у Леонида Хазина Что связывало его с Геннадием Петровым и Александром Малышевым Какие сделки совершались в офисе компании «Мир Марбелли» И, наконец, как работается русским коммерсантом В этом самом элитном месте на побережье Марбелли это был там, почти рыбацкий поселок, можно сказать Но в начале 90-х мэром этого города стал небезызвестный Хисус Хиль Наверное, самый большой мошенник и профинди Испании Конца 20-го века Который за считанные годы, буквально за 5-6-7 лет Превратил его в шикарный элитный курорт На котором стали населиться знаменитости И один из путей становления такой, можно сказать, курортной столицы Испании Это было абсолютное безразличие к происхождению денег, которые туда привозились Хорошо известно, что в первой половине 90-х, например, лица, покупавшие элитную недвижимость в Марбелли В том числе и россияне, чуть ли не на следующий день получали вид на жительство в Испании Масштабы испанской операции «Тройка» впечатляют В Марбелли арестовали не только российских бизнесменов, лидеров ОПС Досталось и сотрудникам госструктур курортного городка Некоторые коррумпированные чиновники муниципалитета лишили своих рабочих мест Так как многие из них, по данным полиции, контактировали с представителями международных преступных сообществ Документы по недвижимости мэрии Марбелли всегда интересовали правоохранительные органы Испании Ведь коттеджи, особняки членов Петровско-Малышской группировки были оформлены в этом помещении Новое руководство мэрии Марбелли продолжает изучать теневую деятельность своих предшественников В материалах уголовного дела есть эпизод, связанный с Москвой Металлическое творение Зураба Церетели очень дорого обошлось городской казне Марбелли По оперативным данным испанских правоохранительных органов, свой труд московский скульптор оценил в 2 миллиона евро Темное прошлое этого сооружения до сих пор интересует следователей из Мадрида Очень важно отметить тот факт, что испанские юристы и нотариусы с большим удовольствием помогали представителям российского преступного сообщества незаконно скупать недвижимость Подобных фирм, которые занимались теневой деятельностью, было когда-то в Марбелли очень много В одной из таких контор трудилась девушка по имени Мария Ее шефа, испанского адвоката, арестовали за махинации с недвижимостью и землей Я работала в компании по продаже недвижимости с русскими клиентами А русских клиентов было много? Чаще всего, да, больше Откуда приезжали русские? С разных городов, с Москвы, из Питера, отовсюду Что хотели купить? Квартиры, дома, кто хотел квартиру, кто хотел дом, кто виллу В зависимости от сумм, которых они имели Ну, не бедные люди приезжали к вам, да? Ну, естественно, конечно, не каждый может позволить себе квартиру за 400 тысяч Или дом за 3 миллиона То есть люди не жалели денег на недвижимость? Нет, по всей видимости нет Какая ваша была роль в этой компании? Я помогала открыть русским клиентам счет банки Показать дом, виллу, квартиру У них же не написано, что я приехала с грязными деньгами, я приехала с чистыми деньгами Я хочу купить квартиру, чтобы просто купить квартиру, а другой, чтобы просто... Закопать деньги на спальне? Да, спрятать Именно Мария, как и ее испанский шеф, сейчас находится под следствием Девушка ждет окончания расследования Выехать из страны она не может Паспорт и водительские права изъяты Банковский счет заморожен По словам Марии, в такой же ситуации оказались десятки русских подруг Которые также трудились у марбельских криминальных юристов Русские переводчицы теперь стали сообщницами испанских воротил теневого рынка недвижимости По делу так называемой Тамбовско-Малышевской группировки проходит 15 человек Следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон обвинил в отмывании криминальных денег следующих граждан Геннадия Петрова, Юрия Саликова, Юлию Ермоленко, Леонида Христофорова, Александра Малышева, Светлану Кузьмину, Леонида Хазина, Ольгу Соловьеву, Ильдару Мустафину, Жану Гавриленкову, Виталия Изгилова, Вадима Романюка, а также испанских адвокатов Хуана Антонио Агустина, Игнасио Бедро Сиера, Хулиана Хесуса Переса Из обвинительного заключения Согласно материалам правоохранительных органов России и США Лидеры криминального сообщества прибыли из Санкт-Петербурга и Москвы Геннадий Петров известен в криминальной среде как один из авторитетов Тамбовской группировки Постоянно общаясь с другими членами сообщества Петров давал распоряжение о взятках и наказаниях Анализ связанных с Петровым компанией показал, что с 1998 года преступным сообществом было аккумулировано движимого и недвижимого имущества на 30 миллионов евро Последнее приобретение было совершено на Майорке за 7 миллионов евро Эти деньги поступили от семи компаний, зарегистрированных на Виргинских островах В ходе полицейской операции были заморожены счета фирм, на которых находилось 10 миллионов 300 тысяч евро Господин Петров жил на Майорке и был налоговым резидентом Испании Ему инкриминируют крупную неуплату налогов В 99-м году Петров и его супруга не задекларировали доходов в размере 2 миллионов 270 тысяч евро не уплатив в госказне Испании 880 тысяч евро В 2000 году они не указали 52 миллиона песет и не заплатили 120 тысяч евро В 2001 году забыли про миллион евро и не заплатили 350 тысяч В этом же году Петров через свою компанию приобрел яхту «Саша» за 3,5 миллиона евро А испанским налоговым службам сообщил, что она стоит всего лишь 700 тысяч евро По информации осведомителей местной полиции, Геннадий Петров был правой рукой питерского авторитетного лидера и главы Тамбовского делового сообщества Владимира Брусукова-Кумарина Якобы Петров представлял его интересы в Испании Не исключено также, что от имени Кумарина он вел все финансовые операции за границей и был негласным хранителем всех зарубежных миллионов своего босса В обвинительном заключении следователя Гарсона неоднократно фигурирует и Александр Малышев Он же Александр Лагнос Гонсалес Обвиняется в том, что являлся лидером Малышевской организованной преступной группировки и поддерживал отношения с Тамбовским кланом У следствия есть данные, что за период с 2001 по 2008 год Малышев вместе с своей группой отмыл денег на сумму более 10 миллионов евро Как сказано в испанском обвинительном документе Все в том же Пуэрто-Банусе состояла встреча Малышева, Изгилова и представителя одного из российских банков Якобы обсуждалась финансовая сделка на сумму 11 миллионов евро Их нужно было перевести из швейцарского банка в российский В поле зрения испанских спецслужб попали и многие известные деятели российского шоу-бизнеса На дни рождения и частной вечеринки лидеров Тамбовско-Малышевской группировки приезжали с выступлениями популярные артисты нашей эстрады Оперативные видеосъемки этих застолий полицейские пока не распространяют Что же касается самих лидеров преступного сообщества то они сейчас находятся в разных тюремах Испании и следят за событиями по телевизору Они могут выйти даже задолго до окончания следствия потому что в Испании достаточно распространенная система когда людей выпускают под залог Весь вопрос только в размере этого залога Я думаю, что эта история закончится так же, как и многие предыдущие То есть поначалу это раздувается, особенно средствами массовой информации потому что в данном случае эта русская мафия привлекает, это сенсация В последнее время испанская полиция и многие европейские СМИ очень ловко используют понятие русская мафия и упорно создают на Западе образ криминальной России Каждый, кто имеет на перенеях проблемы с законом и является выходцем из бывшего Советского Союза автоматически причисляется к русской мафии И казахи, и украинцы, и узбеки, и грузины, и молдаване все без исключения получают клеймо русского мафиози До тройки испанские спецслужбы в 2006 году провели в той же Марбелле аналогичную спецоперацию «Белый кит» в результате которой были задержаны лидеры грузинских организованных преступных группировок и некоторые коррумпированные чиновники местного муниципалитета Вот и сейчас, в ходе летней кампании 2008 года под названием «Тройка» среди 13 задержанных оказались не только граждане России но и Германии, Израиля, Украины, Греции и самой Испании В конце октября 2008 года в Москве был задержан бывший заместитель начальника УБОП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Сыч Он был одним из инициаторов уголовного дела по банде рейдеров подконтрольных авторитетному предпринимателю и главе Тамбовского делового сообщества Владимиру Бурсукову-Кумарину Теперь же бывшего милиционера, а ныне пенсионера Сыча самого обвинили в мошенничестве и превышении служебных полномочий Следствие считает, что он лично участвовал в захвате Фрунденского плодовощного комбината Незадолго до того, как попасть в СИЗО, Сыч сделал заявление Он предупредил журналистов, что с ним собираются разобраться те, кто до сих пор причисляет себя к Тамбовскому преступному сообществу Сам Владимир Бурсуков-Кумарин вот уже год переезжает из одного следственного изолятора в другой Его защита готовится к судебному процессу В конце августа прошлого года Владимир Сергеевич был арестован Задержан сначала, а потом арестован за покушение на убийство гражданина Васильева Владельца и совладельца нефтяного терминала В дальнейшем у Бурсукова было предъявлено обвинение в этом И арестован на сегодняшний день Бурсуков именно по этому делу В ходе расследования других дел Владимиру Сергеевичу было предъявлено обвинение в рейдерских захватах двух магазинов У Смольнинской, двух предприятий У Смольнинской это магазин и у Пушкинской это кафе Спецоперация, которая была проведена в Санкт-Петербурге под руководством генерального прокурора Юрия Чайки позволила задержать Владимира Кумарина без единого выстрела Его группировка достаточно комфортно существовала в течение долгого времени, более 10 лет Только в течение последнего года она предприняла попытки к незаконному завладению почти 40 предприятиями города Начав эту работу мы сразу же столкнулись в Санкт-Петербурге с откровенным предательством служебных интересов как со стороны своих сотрудников так и со стороны некоторых чиновников органов государственной власти отдельных руководителей и оперработников правоохранительных органов Обыски прошли одновременно в 30 зданиях Это жилые дома, загородные дачи и предприятия Некоторые находки удивили оперативников На квартире Бурсукова обнаружили десятки предметов антиквариата В их законном происхождении следователи сомневаются Всего было задержано 76 человек Питерские журналисты не раз писали о самом Кумарине и его окружении которое в последнее время вышло из-под контроля своего босса и вело себя в городе дерзко и нагло Я думаю, что он не мог до конца контролировать вот эту всю ситуацию Потому что если бы, допустим, он взялся, ну, как-то запрещать то, наверное, бы сказали А чего ты нам запрещаешь деньги делать, да? Ты сам как бы вот уже там насосался Все хорошо, так сказать, а мы, значит, не имеем права быть богатыми и счастливыми А в той среде такие разговоры, это, в общем, такая эскалация напряженности Поэтому я думаю, что ощущение ложной безнаказанности с этими ребятами сыграло злую шутку И мы же, в общем, первые подняли тему рейдерства, значит, по Петербургу как бы здесь, да? И я очень хорошо помню реакцию Кумарина, который вот он в двойственной такой ситуации Он все пытался нам Да вот надо ли там А там такие, вот, знаете, там могут и голову проломить, так сказать Там же там отвязанные совершенно люди Слухов о том, что к самым серьезным самым известным захватам, да, захватам самых крупных предприятий в городе Имеет отношение некое тамбовское сообщество с которым пресса связывает Владимира Сергеевича Безусловно, такая информация она была Вот, если говорить конкретно, то таких объектов очень много Это, начиная от всем известного петербургского уголка Значит, так же заканчивая петербургским нефтоналивным терминалом как одним из крупнейших предприятий Петербурга Так же фабрикой имени Крупской, универсалом Смольнинский, там, Пулковский Огромное количество предприятий В принципе, что их всех связывает? Их связывает одна схема, по которой они были захвачены Эта схема, она была простая и в то же время криминальная После того, как арестовали его, волна рейдерских захватов именно рейдерских, криминальных, пошла резко на спад Резко на спад, потому что люди, те же рейдеры, да которые во многом подражали, так сказать, настоящим рейдерам Новая волна, юристы, которые вот насмотрелись, наслушались пошли сами подделывать документы захвата они увидели, что действительно это опасно Тамбовские стали известны не только в Испании и Санкт-Петербурге но и прежде всего у себя на родной земле Тамбовщине Бывший сотрудник милиции Александр Ладюхин в 90-е годы возглавил преступную группировку Всего за несколько лет она превратилась в одну из мощнейших криминальных структур региона Ладюхин был больше известен под кличкой Кабан Под его влияние попали многие местные бизнесмены Не избежал этой участи и Владислав Поликарпов с которым, по указанию авторитета, расправились в городском кафе прямо под объективами камер слежения Поликарпова избили до смерти, затем вывезли в лес и закопали тело Полгода сотрудники УВД Тамбовской области и представители местного следственного комитета искали исполнителей убийства И вот недавно осенью 2008 года подручных Кабана задержали Они сознались содеянным Сам же Александр Ладюхин все это время успешно скрывался от следствия Не исключено, что у него в регионе много покровителей в некоторых властных структурах Ведь Кабан для Тамбова как кумарин для Питера Тем более, что по некоторым данным земляки были хорошо знакомы Нам удалось выяснить, что Александр Ладюхин, он же Кабан до объявления в международный розыск успел покинуть страну и сейчас скрывается где-то за границей Возможно, все в той же Испании И может быть, скоро продолжат криминальное дело тех, кто сейчас сидит в мадридских тюрьмах Такими мы увидели активных участников Тамбовского-Малышского преступного сообщества и их лидеров Это был честный детектив из Испании и России Выводы делать только вам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин